На Джину нападают гигантские игрушки! Кабан нападает! Кабан! Кажется, Джина очень устала. Но ее еще ждут мячики! Всем привет! Я Элли Ди, со мной моя собака Джина. И сегодня я подарю Джине подарки, потому что 10 марта у Джины день рождения! Ей исполнилось 3 года! Подписывайся на канал, а мы начинаем! Я подарю Джине 3 игрушки, причем эти игрушки относительно Джининого размера реально гигантские. Все эти игрушки, вот они сейчас стоят еще здесь, я вам их обязательно покажу. И не просто покажу, мы узнаем реакцию Джины, какую она игрушку выберет первую. Очень интересно! Первая игрушка это вот такой енот. Чем отличительны эти игрушки от других? Тем, что они супер прочные, и при этом это из разряда мягких игрушек. Они еще имеют вот такие силиконовые или резиновые, что ли, шипы, за которые очень прикольно собаке сжевать. У Джины была такая игрушка, она в течение 6 месяцев с ней играла. 6 месяцев, реально полгода каждый день грызла ее, и она смогла только чуть-чуть в одном месте под лапкой, вот где-то здесь, разгрызть. И я решила купить новый. Но 6 месяцев для моей собаки, но ни одна игрушка не выдерживала даже месяца до этого. Короче, это сверхпрочные игрушки, называются они Дюра Спайкс, это Гигви. И помимо вот такого варианта енота, есть еще и другие. Следующая, ну реально гигантская, у нее морда больше, чем у Джины, серьезно. Это вот такой кабан. Я так думаю, что это кабан, ребята, по всей видимости. Он темно-зеленого цвета, с желтым таким пузиком ярким. У него тоже вот эти вот силиконовые шипы, хвостик вот такой забавный и бивни, вот такие прикольные такой, такая игрушка. Она больше, чем енот. Вот посмотрите, я сейчас сравню с енотом. То есть енот, он даже поменьше будет. А это реально, она такая тяжеленькая, я еле ее держу на вытянутых руках, если честно. Посмотрим, как Джина с ней будет играть. Выберет ли она именно эту игрушку из трех. Я ей подарю все три, но просто мне интересно, какую же она выберет первую. Эти игрушки очень классно прошиты, очень прочно. И ни разу не было такого, чтобы она отдирала именно вот эту прошивку. Вот прошивку вот нифига не прогрызала Джина. Несмотря на то, что она прямо грызла их. И еще третья игрушка, это мамонт такой. Во-первых, мне он нравится тем, что это мой любимый цвет. Вот такой вот ярко-голубой, что ли, бирюзовый. Отличное сочетание с фиолетовым пузиком. Мне кажется, очень красивая игрушка. Вот эти бивни, конечно, будут нравиться собаке в первую очередь. За них хватать, безусловно. Хвостик такой же, такой же чубчик. И, собственно говоря, точно такой же материал, как и у всех. Просто другая модификация, такой вот мамонт. Очень красивый, симпатичный. Ой, Джиночка уже очень хочет, ребята. Я на самом деле сама от таких игрушек не отказала. Да, Джинка? Чуть и такая у меня. Кстати, ребята, а вы посмотрели вчера на моем лайв-канале, как мы проходили с Джинкой челлендж Бинбузу? Ссылка на мой лайв-канал в описании под этим видео. Ну, а сейчас мы с вами увидим реакцию моей собаки на эти игрушки и какую же она все-таки выберет первой. И, конечно, посмотрим, как она играет. Прежде всего, нужно отрезать этикетку, конечно же. Этикетки на всех трех игрушках. Джинни, на самом деле, очень полюбились эти дюраспайки. Когда у Джина был один енот, она просто с ним каждый день играла, не переставая. Вторая игрушечка. О, Джинка. И енот. Красный енот. Похож на покемона. Ну что, ребята, пришло время узнать Джинкину реакцию. Джина, хочешь? Можно, возьми. Она выбрала енота. Она выбрала енота, я думаю, потому что предыдущая игрушка дюраспайки у нее была именно енот. Смотрите, как она сейчас будет с ним играть. Блин, какие они большие. Джинни очень нравятся. Я думаю, ей потом очень понравятся вот эти огромные варианты. Кстати говоря, ребята, у нас в призовом фонде для конкурсов есть эти дюраспайки для собак. Ребята, учтите это. Победители с собаками могут выбрать уже такие классные игрушки для своих питомцев. Конкурсы каждую пятницу. Ну давай, играй. Как надо играть дюраспайком? Тряси его. Да, да, давай, тряси. Ой, как хорошо. Тряси его, да. На Джину нападают гигантские игрушки. Давайте же я отдам ей эту игрушку, Джина. Можно? Да. Давай, Джинка, разберись с этим мамонтом. Покажи, как ты играешь с ними. Молодец. Давай, забивни его. Бивни очень удобно держать. Джинни забивни. Как я и предполагала. У каждой игрушки есть, в принципе, какая-то такая штука, за которую собаке удобнее будет держать и трясти. Давай, Джинка, играй. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ты можешь еще набрасывать ее, Джин. Как ты набрасывала? Кабан нападает! Кабан! Оооо, вот и кабан! Нападение кабана! Так, так, играй, играй. Ой. На, смотрите, я ее раздразнила. О, кабанчик-то тяжеленький! Джина сейчас шею качать будет. У нее будет накачанная шея, если она будет трясти такую тяжелую игрушку. Ой, ой, ой. Мне кажется, Джина в шоке от того, что у нее теперь есть три такие игрушки. Эти гигантские игрушки отлично тренируют собаку. Кажется, Джина очень устала. Но ее еще ждут мячики! У-ху! Подписывайтесь на мой канал и увидимся в новых роликах!